40% всего поголовья по стране, половина всей шерсти и мяса. В прежние времена овцеводство было на юге России самой развитой отраслью. Свою лепту вносила и Кабардино-Балкария. Однако высокие показатели ушли в историю, чем сейчас живут производители меховых и шубных овчин, рассказывает наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Кабардино-Балкария Дней четыре. Она хорошая, например. Если так пойдет, у нас все условия есть, все нормально. Дай Бог, чтобы урожай у нас, как говорят, хороший был. Будет, мы надеемся. Некогда отара овец в Заречницком насчитывала 7-8 тысяч голов. Сегодня в наличии 1500 овцоматок, 200 баранов производителей и молодняк. С развалом Советского Союза овцеводство резко пошло на спад. Не стало так называемого госзаказа, и сельские труженики даже не знали, кому реализовывают мясо и шерсть. Наручились экономические связи с бывшими соцреспубликами. А в целом ликвидация отрасли привела к тому, что тысячи людей остались без работы и средств к существованию. А народное хозяйство многих регионов, в том числе и юга России, лечилось прекрасной возможностью пополнить свою экономическую копилку. В Кавардино-Балкарии деградация отрасли привела к резкому сокращению числа специализированных овцеводческих хозяйств. По сути, племенной селекцией в республике сейчас занимается только степной. Завод имени Атоева на стадии банкротства. Предприятия Агроинвест, Черек и Дарган ограничиваются только разведением. Производство баранины в целом по России упало до килограмма на душу населения при минимальной норме потребления 4 килограмма. В то время как Новая Зеландия выдает больше 140, Австралия 33. Численность в КБР год назад составляла около 310 тысяч. Хорошо, что не все поголовье пустили под нож. Радуются животноводу и добавляют. Дело пошло бы быстрее, если бы удалось наладить сбор шерсти. С шерстью практически государственной закупки нет, только частники. Они ее покупают по такой бросовой цене, которая хватает именно рассчитаться только со стригалями или именно с работниками, которые были на стрижке. А в целом, чтобы шерсть кто-то закупал официально и по нормальной цене, такого на своем члене нет. Кстати, в соседней Карачаево-Черкесии уже три года успешно работает завод по переработке овечьей и козьей шерсти. И это считают специалисты одной из самых успешных и малозатратных направлений перерабатывающего бизнеса. Еще одна и куда большая проблема – отсутствие пастбиш. С началом реализации некоторых крупных инвестпроектов АПК в Прохладненском районе у многих хозяйств, в том числе и у Степнова, урвали под это дело большие площади земель. Содержать атару в загоне постоянно нельзя. А без нормальных условий нет возможности расширения или увеличения поголовья. В горы мы отправлять их не можем, потому что они не приспособлены к содержанию в горах. Мы вывозим крупнорогатый скот, там летом находится, а за счет того, что скот в горах, овец используем, эти поля здесь для кормления. Спрос на баранину есть и будет всегда, говорит руководитель хозяйства. Кроме того, содержат овец значительно дешевле, чем крупный рогатый скот. Надо лишь создать соответствующие условия. Государство сегодня компенсирует час затрат на содержание сельхозживотных. Но нужна целевая, а главное эффективно работающая госпрограмма по развитию овцеводства, убежден Ячной. Такая, как, к примеру, уже лет 10 осуществляется в странах Европы. Возможно, тогда удастся уйти от невысокой рентабельности отрасли. Сафар Гириев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария.